Италию закрыли на карантин по коронавирусу у общества МИР. В стране закрыты границы, школой введен запрет на перемещение 1.1 на всей территории Италии. Введены ограничения 9 марта. Власти страны решили применить экстренные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. COVID-19. Премьер-министр Италии Джузей Пиконти распорядился расширить карантинные меры. Теперь на всей территории ограничены публичные собрания и спортивные мероприятия. Не будет занятий в университетах, а также до 3 апреля закрываются школы. Кроме того, перемещение между регионами допускается только в экстренных случаях. Ранее карантин действовал исключительно в северной части страны. Из-за ограничений в тюрмах начались бунты. Заключенные оказались недовольны тем, что их родственникам запрещают посещение. В итоге в трех десятках пенитенциарных учреждений произошли беспорядки. Осужденные, в частности, жгли подушки и одеяло, выбирались на крыше или даже пытались сбежать. Заключенные протестуют на крыше тюрмы в Италии. Фото Антонио Каллани, AP 2.2 Италия стала второй после Китая по числу инфицированных. В настоящий момент в стране зарегистрировано самое большое число заболевших после Китая – 9172 человека. По числу инфицированных Италия опередила и Южную Корею, где общее число случаев составляет 7,4 тысячи. При этом умерло в стране 463 заразившихся коронавирусом. Сазков. 2. По данным итальянского Минздрава, средний возраст летальных исходов 81,4 года. 3. Израиль ввел обязательный карантин для всех приезжающих. Как объявил премьер-министр Бенемин Нетаньяху, 14-дневный домашний карантин действует для всех прибывающих в страну. Правило распространяется как на туристов, так и на граждан Израиля, проживающих или находящихся за границей. Считается, что в ближайшие дни число попавших в карантин в стране составят около 300 тысяч человек. После заявления премьера Министерства здравоохранения страны опубликовала собственные рекомендации. Согласно им, туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели домашнего карантина. В противном случае людей просто-напросто не пустят в страну. При этом путешественники, которые сейчас находятся в стране, не могут выезжать за рубеж, а затем возвращаться. В Израиле, по последним данным, зафиксировано 50 случаев заражения. Среди них значатся вернувшиеся из стран Европы. За нарушение израильтянами правил карантина предусмотрена уголовная ответственность. 4. 4. Заболевших нашли уже более чем в 100 странах мира. За последнее время случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Панаме, Монголии, Кипре и Брунии. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 113 тысяч. Чуть более 4 тысяч скончались, свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хапкинса. Выздоровевшими считаются уже почти 64 тысячи человек. В России общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 20. Среди заболевших были двое китайцев, 17 граждан России, побывавших в Италии, а также один итальянец. Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ, Тедрос Атханом Гебреисус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной. По его словам, в таком случае это будет первая в истории пандемия, которую можно взять под контроль. Карта распространения коронавируса кадр. BNO News 5. 5. Китайский лидер лично отправился в самый пострадавший район. Председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта отправился с визитом в китайский город Ухань, провинция Хубэй, с которого началось распространение вируса по миру. Это его первая поездка в регион с момента начала эпидемии три месяца назад. В ее ходе он планирует посетить медработников и военнослужащих, должностных лиц и добровольцев, которые борются с эпидемией, а также жители региона и пациентов. Визит проходит на фоне информации о планах властей провинции разрешить людям перемещение по стране. Отмечается, что путешествовать могут разрешить тем, у кого риск заражения коронавирусом считается низким или средним. При этом за гражданами планируют наблюдать при помощи развернутой в стране мобильной системы мониторинга. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в материковом Китае за 9 марта было зарегистрировано всего 19 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 40 днем ранее. Всего в регионе более 80,7 тысячи случаев, при этом свыше половины из заболевших выздоровели. Жертв более трех тысяч. Обработка улиц Пекина дезинфицирующими средствами фото. 6. 6. Вирус впервые был выявлен в декабре 2019 года. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Ухане. Симптомами заболевания являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период заболевания может составлять до 27 дней, что существенно осложняет сдерживание эпидемии. По некоторым данным, даже после выздоровления возможно повторное заражение. Откуда точно появился вирус до сих пор неизвестно. Самая популярная версия состоит о том, что он передался нулевому пациенту от летучей мыши, однако она также нуждается в подтверждении. В то же время штамп о генетической структуре с ХОШС – коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома, который спровоцировал эпидемию так называемой атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Китай из-за вспышки ввел жесткие меры. В Ухане и ряде соседних регионов был объявлен карантин. В стране отменяли или ограничивали транспортное сообщение. В результате, по данным ВОЗ, эпидемия в стране прошла пик в начале февраля. Екатерина Первышева